Всех приветствую на канале Каткод. Месяц подошел к концу, а это значит, что пришло время для обзора новостей из мира PHP и Laravel. По традиции, начинаем с обзора новостей PHP Сергеем Пантелеевым. Погнали! Всем привет, это PHP дайджест на канале Каткод. Давайте посмотрим, что произошло за прошедший месяц в мире PHP. Вышли первые две бета-версии PHP 8.4. Заморозка функций состоялась 13 августа, а это значит, что все RFC, которые еще не завершили голосование, будут нацелены уже на следующую версию PHP. Перед финальным выпуском, который ожидается 21 ноября, нас ожидает еще одна бета-версия и 4 релиз-кандидата. Вышли PHP 8.2.23 и PHP 8.3.11. Выпуски с исправлениями ошибок вышли по расписанию. Тобиас Петри запустил ежегодный опрос о состоянии сообщества Laravel. На сайте также доступны прошлогодние результаты опроса. Арно Люблан, Дерек Реттонс и Ларри Гарфилд рассказали о текущем состоянии дженериков PHP. Вы можете принять участие в обсуждении в списке рассылок и на Reddit. Вышел PHP Storm 2024.2. В этой версии вас ждет поддержка лог-файлов, редактирование из плавающей панели инструментов, автодополнение в новом терминале, улучшенное автодополнение строки целиком и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте JetBrains. С 30 сентября по 4 октября пройдет подлодка PHP Crew. Недельная конференция с экспертами из топовых компаний. Вас ждут сессии в Zoom, сообщество в Telegram и ламповая атмосфера. 2 и 3 декабря в Москве пройдет конференция Highload, в рамках которой 16 докладов будут выделены под PHP Russia. Большинство новостей ядра PHP подробно освещается в серии PHP Core Roundup от PHP Foundation. Мы лишь быстро по ним пробежимся. RFC не набрал необходимый процент голосов и был отклонен. В PHP 8.4 появятся ленивые объекты. Эти объекты будут инициализироваться и потреблять ресурсы только при чтении или изменении свойства. Хотя ленивые объекты не будут использоваться непосредственно большинством пользователей, они предназначены в первую очередь для авторов библиотек и фреймворков, позволяя им удалить большое количество шаблонного кода. PHP поддерживает доступ к элементам контейнера смещением с помощью квадратных скобок. Однако поведение таких обращений зависит не только от типа контейнера и их смещения, но и от операций, которые выполняются при обращении к смещению. Существующее поведение крайне непоследовательно и труднопредсказуемо. Джина Питер Беньярд предлагает улучшить согласованность языка для смещений и контейнеров. В настоящее время в PHP есть функция BCDiff для деления чисел произвольной точности и функция BCMod для получения остатка после деления. В PHP 8.4 появится новая функция BCDiffMod, которая позволит получить частный остаток за одну операцию в виде массива. После внедрения хуков в свойств Илия Тавилла и Ларри Гарфилл нашли способ реорганизовать логику, чтобы увеличить производительность. RFC прошел стадию голосования, и мы получим улучшение хуков уже в PHP 8.4. Со второй попытки RFC был принят. Синтаксис подобный Swift, позволяющий свойствам иметь отдельную асимметричную видимость для операции чтения и записи, появится в PHP 8.4. Используя автозагрузчики, например, Composer, пользователи уже могут быстро освоиться с классами, но в настоящее время в языке нет возможности сделать то же самое с функциями. Роберт Ландерс предложил добавить возможность автозагрузки функций. При вызове функций из глобального пространства имен, parser PHP создает обкоды, которые используют эти функции напрямую. Parser может использовать специальные обкоды, оптимизированные для вызова определенных встроенных функций. Nick Lockhart призывает обсудить вопрос о том, должна ли в PHP быть директива, которая заставляет parser рассматривать все вызовы функций из пространства имен как глобальные. Единственный способ передать значение по умолчанию параметра функции или метода – не передавать ничего. Paul Morris предлагает вывести выражение default в контекстах передачи аргументов, чтобы использовать значение по умолчанию функции или метода. Это все новости из мира PHP. Переходим к новостям по Laravel. Сергей, спасибо за обзор. Мы с вами перемещаемся к обзору апдейтов Laravel за август. Уже закончился август, лето закончилось, к сожалению. Но давайте смотреть, что там произошло с Laravel за этот месяц. Начинаем мы с релиза 11.19. 18 не смотрим, там фиксы, док-блоки, ничего интересного, в отличии от 11.19. Начнем с полреквеста, который затрагивает у нас queryBuilder и добавляет новый метод veryNone. До этого у нас уже были veryAny, veryAll, теперь есть и veryNone. Если мы взглянем на изменения, то увидим, что в целом под капотом мы используем тот же самый вот здесь veryAny. Добавляем к переменной boolean отрицание. И далее возвращаемся назад к примеру, видим, что у нас набор полей, оператор, значение и итоговая конструкция, которая сгруппирована в конструкцию Node. Двигаемся, друзья, далее к следующему полреквесту. Затрагивает тесты, появились новые методы. Автор полреквеста указывает на то, что при тестировании LiveWire компонентов есть методы AssertC, HTML и так далее. И в итоге он был удивлен, что в самом трейте Laravel по тестированию их не было. На самом деле их не было, потому что, чтобы воспроизвести эти методы, достаточно было воспользоваться AssertC и вторым параметром указать, что Escape у нас False. Поэтому никто, в целом, я думаю, не нуждался в таком сахаре, но теперь он есть и параметр Escape в False будет установлен за вас автоматически. И в итоге сможем тестировать HTML без экранирования и без нескольких лишних символов кода. Двигаемся дальше, друзья, все еще по релизу 11.19. Следующий полреквест у нас также затрагивает тесты. В этот раз у нас тестирование API-респонса, и мы проверяем, что точно ли JSON структура соответствует той, которую мы указали. То есть только структура без значений. В данном случае, в примере, мы видим, что у нас есть вот такой JSON, ID, FirstName, LastName. Подобный тест у нас будет завален, так как мы не указали, что в структуре присутствует также ID. Здесь указали, и этот тестик у нас уже будет зеленым. Двигаемся дальше, друзья, и как ни странно, все еще тесты, работа с реквестом. До этого у нас был метод withHeader, чтобы добавить определенные заголовки. Но так вышло, что не было withoutHeader. Теперь есть, этот полреквест закрывает данную задачу. Перемещаемся к релизу 11.20. Полреквест затрагивает коллекции, добавляет новый метод collapseWithCase. До этого у нас были методы flatten, collapse, которые справлялись со своей задачей, но при этом не сохраняли ключи. Теперь же этот метод будет выполнять то же самое, но при этом ключи будут сохраняться. Как видим из примера, массив, коллекция, до и результат после применения метода. При этом ключи у нас сохраняются. Двигаемся дальше, полреквест, который затрагивает хелпер по работе со строками и добавляет новый метод deduplicate. Полреквест у нас dedupt, но в итоге он переименован в deduplicate. Очень полезный хелпер метод, я думаю точно будем с вами его использовать, исключает из указанной строки дубликат. То есть мы указываем, какой символ мы ищем на предмет дубликата, и если он встречается больше чем один раз, то соответственно все дубли будут удалены. В данном случае у нас слэш, есть в строке несколько двойных слэшов, и в итоге результат будет всегда с одним. Если ничего не указываем, то у нас ничего не происходит. Если скажем у нас вот такое слово, ищем дубликат с символом A, получаем результат с одной A в этом слове. Мне нравится, плюс у меня есть в планах записать для вас ролик в целом по всем хелперам коллекции, строк и так далее. Заодно там же рассмотрим и этот новый метод. Двигаемся дальше по релизу 11.20, pull request затрагивает mix, и если у нас отсутствуют mix файлы, то появилось новое исключение на этот кейс mix file not font exception. Окей, лучше чем runtime exception. Двигаемся дальше, все еще тот же самый релиз, консольные команды, команда по созданию notification, и в интерактив для нас добавили несколько новых инпутов, с вопросом нужно ли создать вьюху для маркдаунов, и соответственно как эта вьюха будет называться. И напоследок по релизу 11.20 фасады могут быть фейковыми, но при этом внутри фасада был метод isfake, который был protected, теперь он у нас public, и мы можем также фасад проверять, он в данном случае в состоянии фейка, либо нет. Друзья, и последний апдейт в рамках релиза 11.21 от Тима Макдональда, но не разбегайтесь, после этого обзора мы еще взглянем на Laracon, который вот совсем недавно прошел, а именно рассмотрим, что нового будет в ближайшее время в фреймворке Laravel и его экосистеме. Окей, pull request затрагивает фасад вид и влияет на prefetch стратегию наших ассетов. По умолчанию вид в Laravel подключают просто ассеты CSS, JS, все объявленные целиком. Тим Макдональд же предлагает, точнее уже смерженно добавил две новые стратегии prefetch, именно waterfall и агрессивную стратегию. Если мы посмотрим на изменения, то мы увидим с вами в вид фасаде следующее, что появились соответственно методы, которые определенные стратегии включают. И сам вывод в HTML ассетов раньше вот в такую одну строчку был. Теперь нас ждет огромная логика, где мы не просто берем объявленные фасеты, а берем именно чанки из манифеста. Вид как раз умеет делать код сплитинг, разбивать все на отдельные компоненты, мы по ним проходимся и вешаем на них prefetch, добавляем JS о том, как мы будем постепенно лоудить эти ассеты с указанием количества конкурентных запросов и так далее. В общем, очень интересный pull request и в целом в описании мы видим очень много информации об этом, как выглядит та же самая подгрузка ассетов в Tailwind, когда мы прокручиваем меню, делаем hover по линку и постепенно догружаем ассеты. Такая стратегия для статических сайтов отлично, для динамических не очень круто. Также Тим Макдональд показывает то, как выглядят в итоге его предложенные стратегии waterfall и соответственно агрессивные. На этом все друзья по 11.21, давайте еще взглянем на Laravel News и доклад Тейлора с последнего ларакона в Далласе, я заодно посмотрел и сам доклад и посмотрим, что у нас нового, что обещают. Этого еще сейчас нет, это только появится в ближайшее время. Во-первых, расширение для VS Code, если вы используете VS Code, то радуйтесь, наконец-таки у вас будет автокомплит и прочие вкусности, которые у нас уже давно есть в PHP Storm. Видим прямо в статье из примеров, что конфиг нам будет подсказывать, какие именно ключи есть, то же самое будет и с роутами, с тестами и так далее в таком духе. Следующая фича, которая появится уже в самом Laravel фреймворке, это интересная фича на уровне файловой системы, сторожа, метод, который создает временную ссылку. Как видим из примера, мы создаем временную ссылку, которая будет жить всего 5 секунд. Это круто для безопасности, можно будет создать, например, какой-то файл и как только пользователь его посмотрит, 5 секунд и соответственно файл из сторожа будет удален. То же самое можно будет делать и чтобы файл был доступен только разово и так далее и тому подобное. В целом ничего сложного такое реализовать самостоятельно, но на Laracon было множество аплодисментов и в целом мы в мире Laravel любим подобный сахар, чтобы ничего не пришлось делать, хотя и делать не совсем сложно. Далее мы с вами уже видели автовайр атрибуты, также представлены сразу в коробке атрибут конфиг, когда мы просто в конструкторе указываем определенную строку, указываем, что это атрибут конфиг и в итоге после резолва у нас сразу будет значение из конфига. И нам сразу говорят о том, что в ближайшее время появятся еще такие удобные атрибуты, а именно current user, чтобы мы сразу получили текущего пользователя из сессии авторизованного. Также атрибут db, чтобы сразу через атрибут указать, какой именно драйвер нам необходим. И в целом в таком духе, я думаю, путь атрибутов будет продолжаться и в Laravel. Следующая, друзья, вот это вообще на лараконе вызвало бурю аплодисментов, что тоже делается очень просто, странно, что этого не было до сих пор, но теперь будет. В общем, в чем проблема? Если, например, у нас есть has many, да, пост, и далее мы еще обращаемся опять к родительской записи из уже поста, к article, то поймаем n plus 1 проблему, которая, в принципе, обычно решается новичками следующим образом. Ставим with, будет у нас пост и, соответственно, post.article. Но если вы не новичок, то у вас возникнет вопрос, а зачем, если уже есть article, еще повторно подгружать в каждом посте ее, если можно просто взять и у связанной записи засетить родительскую? Соответственно, вот этот метод этим и будет заниматься. Под капотом, наверняка, я уверен, будет forage коллекции и set relation, где будет parent. И вот это тоже вызвало бурю аплодисментов, но в целом это круто, что такой сахар появляется. Вот это уже интересно. Я думаю, тут уже на тему октана, лонгранинга, Laravel пошел именно этим путем. Появится helper defer, отложенные загрузки, фоновом режиме. Тейлор также в процессе упомянул франкен. В общем, вот такая штука у нас будет прямо в коробке Laravel. И мы также видим с вами несколько примеров. Следующее, интересное, это тоже на уровне этого defer, фоновой загрузки. Также крутая фича на уровне кэша. Метод flexible. Тем самым мы указываем, как по стандарту, да, у нас есть что-то в callback, что мы кэшируем. Но при этом во flexible мы указываем, через какое время содержимое этого кэша будет обновлено. Тем самым он у нас всегда будет свежий. Поставили там, что он у нас живет час, и через час он не просто у нас умрет, а он у нас обновится. Уже исходя из актуальных данных. Далее, снова эта же тема, фасад concurrency, чтобы одновременно выполнять несколько callback параллельно. И несмотря на то, сколько их количество, время выполнения будет одно и то же, так как они у нас выполняются параллельно. В общем, думаю, в ближайшее время нам предстоит много фич вот таких асинхронных в рамках октана. И, наверное, вся вот эта скелетная слим-движуха как раз и затачивалась под вот эти будущие апдейты. Далее нам также показали, что выйдет инерция 2.0. Что, казалось бы, что там еще добавить в инерции, уже все есть. Но нет. Также будет несколько там интересных фич с бесконечным скроллингом прямо в коробке. С префетчем ассетов, с отложенной загрузкой пропсов, с удобными асинхронными запросами внутри. И все в таком духе. И напоследок, коммерческий проект Laravel Cloud. Я так понимаю, что это что-то вроде Forge. Forge один из успешных проектов в экосистеме Laravel. Большая база клиентов. И разработчики Laravel решили перепродать еще аккаунты тем, кто имел аккаунт на Forge только в рамках клауда. Так как там есть больше интересных фишек. В общем, как-то так, друзья. Вот такой доклад от Тейлора. На этом все. Друзья, всем спасибо за просмотр. И огромное спасибо за лайк, который вы только что поставили. А мы с вами пока прощаемся. И увидимся в следующем видео на канале КатКот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok